В аэропорту к прилету председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи уже готовы. Буквально утро по самолету его встречают коллеги и соратники по партии. Визит Игоря Ананских в Саратов не случайен, говорит, прилетел, чтобы выяснить, как обстоят дела со спортом в нашем регионе. Сразу же из аэропорта парламентарий отправился на круглый стол, где его уже ожидала спортивная общественность региона. Вопросов у тренеров оказалось немало. Основной – оплата труда тренеров-преподавателей. Моя просьба, или так сказать, сделать единую линейку тарифных ставок тренеров по всей России, во всяком случае. Это будет все. И у нас из-за чего уходят тренера в другие регионы? По этой же самой причине. А это, естественно, снижение детей. Ушел тренер, разбежались дети. Во время оживленного диалога тренеры сетовали на наличие в регионе множества проблем, связанных с тренировочным процессом. Одна из них – высокие ставки за аренду помещений в ФОКах. А также то, что многие спортивные сооружения используются не по назначению, например, для проведения различных выставок и презентаций, что, по мнению депутата, противоречит закону. Я все-таки буду бороться за то, чтобы выставки в спортивных сооружениях не было никаких. На этом спортивные комплексы делаются, их нехватка в стране, а они отдаются под выставки. О чем вы говорите? Что вы получите? Давайте вместе бороться-то. Что они зарабатывают на выставках в ущерб детям? Кроме того, спортивное сообщество отметило не только существующие проблемы. Наш регион первый, где была запущена детская программа «Маугли». Она рассчитана на привлечение молодежи вести здоровый образ жизни с самого раннего возраста. У нас задействовано 8 детских садиков. Один детский садик – это сего, где занимается 40 человек. В общей сложности каждый раз, каждый год у нас выпускается 700 молодых лет. То есть это ни 15 человек, ни секции. Эта программа вызвала живой интерес у собравшихся. В свою очередь депутаты озвучили идею подробного изучения подобного опыта уже на федеральном уровне. Мне действительно это очень понравилось. Я попросил, чтобы мне дали более полную информацию. Потому что самый главный ее плюс – это доступность. И возможно, эта программа используется в любом детском или даже школьном учреждении. Не обязательно в спортивном. И это самое главное. Потому что, как я сказал, самое главное сейчас – это здоровье нас, наших детей. И программа на это направлена. В целом беседа прошла динамично и оживленно. Собравшись, отметили, что было озвучено немало проблем. Но самое главное – эти проблемы были услышаны. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. Эта база, по словам исполнительного директора Федерации биатлона Саратовской области, единственная, на которой нет практически никаких условий для тренировок. Лишь самоотверженная работа тренеров помогла вырасти чемпионов, невзирая на сложные условия. Мы имеем на сегодняшний день трижды победителя первенства мира по биатлону. Мы имеем более 20 человек победителей первенства России. То есть практически не имея условий для подготовки. Не инвентаря, не место, где тренироваться. То есть у нас вся подготовка строится на соседних регионах. Сейчас на месте запланированной биатлонной базы лишь фундамент. Так и приходится спортсменам из Саратова, по словам руководства Федерации, ездить на сборы в другие регионы. Если бы эта база была в Саратове, говорит директор, не пришлось бы тратить немалую сумму. Игорь Ананских, в свою очередь, отметил, что стадион перспективен и оставлять его в таком виде нельзя. Ведь даже в столице нет столь уникальных площадок. Конечно, перспективы у него отличные. Потому что здесь в центре миллионика, огромная территория, которую нужно немножко вложить, чтобы была качественно уникальная трасса международного уровня. Я считаю, что сильно это надо сделать как можно быстрее. И это даст подспорье и массовому спорту, и, конечно же, как следствие этого, возможно те же чемпионов растить. Этот и другие вопросы федеральные парламентарии обсудили с руководством региона. В частности, на встрече с вице-губернатором депутаты обсудили вопрос о повышении заработной платы тренерам-преподавателям до среднероссийского уровня 9 тысяч рублей. Сейчас эта цифра с трудом достигает 4,5. Прожить на эти деньги невозможно. Я надеюсь, что по итогам этой встречи Игорь Александрович озвучил вопрос о увеличении финансирования заработной платы. Потому что наша заработная плата в регионе в два раза ниже, чем в среднем по стране. Конечно же, нужно здесь наводить порядок. Там же на стадионе депутат встретился с воспитанниками спортивных школ. Игорь Ананских пообещал им лично разобраться с проблемой и пожелал спортивных побед и высоких достижений. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова